Есть на свете люди, рядом с которыми всегда тепло и уютно. Люди, похожие на солнце. Такие же светлые, добрые и уютные. Одним из таких людей по праву считаю и нашу героиню Мария Ивановна Максимова. Она родилась в самой стужи в селе Шаманово в семье оленеводов-тундровиков. До девяти лет девочка вольно росла в тундре с родителями и с оленями. Как все детишки того времени, пошла в школу и жила в интернате в Айотунге. Я до девяти лет росла в стадии. Помню я это самое. Очень много детей было. Потому что несколько тордохов. Ну три тордоха это было точно. Я не помню что-то. Ну майка была. Какая она из себя эта майка была, не помню. Всегда была как-то вот так. Как будто или ситцевая или что-то было. И все остальное было меховой. Начесом штаны теплые нам дали. Тогда же и рукавичка, и пальто, и шапка. Интернат давал. Я плакала, плакала, плакала. Все время скучно было или как-то. Потом это химические карандаши и ручка с пером. И это вот такая чернильница. Все время там у меня слишком много наливали или что-то. Но потом привыкла. Я была по этому очень здоровенькая. Толстенькая, наверное, была. И все время короткие волосы были, помню. Ну и мы это, если камнистые ручейки или что-то. Все время играли камнем. Столько у нас оленей. Столько у нас детей будет. Ну так мы мечтали всяко-разно маленькими. Потом все лето уезжали. Но потом, когда умер мой отец, уже мама в поселке воевцинки. Уже выделка шкур, камусов. Ага. Потом мама еще красила, торбозики красила. Красила этим весной, рано весной. И поздно осенью шушила коры карлиховой березки. Ага. Сделала маленькими кусочками. Резала ножиком. Потом на капиток, на марлечке. И получала просто красный, приятный цвет. И этим красила вот эту. Кентички. Угу. Потом вот. И еще ниток не было. Капрону, как сейчас. Но она отжила. Брали. Аж прямо так. Вот так делали. Вот так делали. А потом через рот. И тут валячки были. Вот так надо делать. Шить. Камусы выделываю. Хорошо. Всему научила. Вот. Но это не зря. Это очень хорошо. После окончания девятого класса по комсомольской путевке поехала учиться на ветеринара в село Тингулю Мегино-Кангалатского района. Но мечта детства стать медиком и лечить людей осталась. И привела ее в медицинское училище. Это путевка. Это очень большая. Как бы награда что ли. Девять месяцев было. Учеба. Ага. Практику проходила в Чуроксинском улусе. Ага. Там коровы. Это. Я же привыкла, что Олень это самое. Но приехала, работала. Года два стадии. Вед фельдшером. Потом в 73-м году поступила все-таки в медицинском. Ага. Отец уже тогда не было. Уже умер. Ага. Три с половиной. Три восемь месяцев. И получила фельдшера. Ага. И по направлению тоже медздрава свой родной поселок. Фельдшер. Тут нашли как маленько как вахтовый метод работала. И вот до сих пор и работаю. Во время учебы познакомилась с парнями из Сунтарского района. И вскоре молодая семья по направлению Министерства здравоохранения уехала работать на родину Марии Ивановны в село Берелёх. Так и началась семейная и трудовая жизнь нашей героини. Тогда по активной деятельности нам дали путевку в Ригу. Весь курс должен, наш курс должен поехать. Но он сказал, Рига это Сунтар. Видимо судьба. И мы поехали в Сунтар. Он очень много читал. Он домосек. Очень это самое записывал. Восемь лет работал острельщиком дикых оленей. Он записывал все прямо тетрадки, записывал названия рек, названия тундры, названия участков маленьких таких. Все записывал. А потом общин образовал все. Он общин тоже работал и рыбаком. И вот все время на острел дикых оленей. С оленами очень прямо. Друзья были только местные. Он очень интересовался оленским языком. Очень. И почему, говорит, я же план выполнил, говорит. Совместная женщина, три человека, говорит, добавила. И у камерами, говорит, все время так, говорит, ага. Я план выполнил, говорит. И почему не говорите. Потом он сам начал. Слово дай. Как будет по-овенской? Я говорю, омули очень хорошие. А как будет мама, папа? Разговорные речи он понимал. Ага. Если я разговариваю со своими подругами на венске, я так говорю, все слышу, все вижу. Обычай очень-очень-очень он соблюдал. Ага. Обязательно перед отъездом простил лоскутки, красных, белых цветов. Я говорю, туда положу. И все время оладушки по-якустски, говорит. И масло сливочное. Я там положу. Даже, говорит, мышкой можно накормить. И сигарету. Куда положу. Я вот, когда ездила в сторону Нижней Колымы, я там в тундре, даже где он спал, палатку поставила, где он спал, я там была. Хотя его уже на свете не было. Я там в этом бугорочке оставила, и оладушки, и песенюшка, конфеты. Я по твоим следам говорю. Очень-очень любил тундру. Говорит, твоя тундра, говорит, день три раза меняется. Утром ставишь, говорит, легкий суман. Прямо охота, говорит. Ага. А днем, говорит, прямо как ковер тундра. А вечером, говорит, если моросит, тоже красота, свежий воздух, говорит. И запах богульника. Он мне рассказывает, мою тундру рассказывал. Он совсем не жалел. 300 телес прожил и умер. Эдух умер, а болит. Главная гордость и материнское счастье в детях. В счастливом браке прожила Мария Ивановна с мужем 30 добрых лет. Стала родной и близкой Аллаиховская тундра для сунтарского парня. Выросли дети, радуют своими успехами внуки. И хотя нет рядом любимого человека, проглядывают родные черты и жесты в сыновьях. От него имею двух сыновей-близнецов. Если с моим старшим сыном по медицине уже 70 лет, я 50 будет на будущий год, ему 20 с лишним лет. Местинско-семейного стажа будет 70 лет. Даже когда родились, были очень разные. Коля вообще был черный, такой волос черный-черный. А Ванька до полутора лет не видать ни ресницы, ни бровей, ни волос. Весь желтый. А еще подумали, откуда ты нарочно сюда к нам этого. И вот когда садики 23 февраля, они рассказывают мне. Мы же родители ходили в садик. Коля рассказывает, а мой папа в армии был. А Ванька выходит, а мой папа сантехник, батареи делает. Как будто у них две папы. Я очень тонкая натура вообще-то человека. Все думают, вот какая мощная, такая идет. Ни на какой козе не подъедешь. Я могу тоже кто-нибудь поранить, я могу плакать. И когда сын вот на Украине был, сейчас даже дразнись. Драм-кружок отдыхает, да? Значит, он намеком делал, что ты сидишь, платишь опять. Нет, конечно, говорю, не плачу я. Ой-ой-ой. Ага, люблю новости, смотрю. А сейчас дети говорят, сын приехал, успокойся. Мультик смотри. Я говорю, за тебя болело, вся моя поликлиника болела, все подруги болели. Мы с патчелоком разговариваем. И сейчас надо держать, говорю, кулачки. Там же наши дети. Не только в Салайховской волосы, а столько детей, столько мужей, столько матерей до сих пор. Я думала, что куда-то живу, и ничего. Не коснется. Не коснется. А постучался и нашу дверь. Это же страшно. Он даже, когда там, находясь там, он мне говорит, я звонила, там все говорят, Маша, твой сын в Украине, что ли? Нет, говорю, нет. Я со мной. Потом я, он сам позвонил два часа ночи. Мама говорит, я сразу поняла по голосу, ты где? Мама, я тут, говорю, но я, говорит, как медик попала в санчасти, вот так как бы. Ну, я тогда говорила, вот не выходи из палатки, там, принеси, подай. И мне было уже ясно, что принеси, подай, он не будет. Он как бы имя братом. Ага, ну, потом он ничего не рассказывал, где он-то. Вы не знали, что он ранен, да? Он попозже уже, когда люди, это люди сказали тоже, доча узнала. Ага, доча узнала. И я даже по походке, я говорю, ну, что случилось? Ничего. Ага, потом Сякушка позвонили, говорит, твой сын Коми, да? Как Коми. А потом я позвонила, говорю, мама, я здесь. Я в госпитале, говорю, никакой Коми, ничего нет, и не бойся. Я с тобой разговариваю. Ага. Потом, сначала попал в Воронежскую область. Я даже с большим материнскими благодарностями обращаюсь, прямо говорю, вот, в Воронеже давным-давно уехала Киселева Бавыкина Людмила Петровна. Они оттуда давно уехали, они местные. Но этот сын, Бавыкин, Денис, сразу поехал в госпиталь и встретился с моим сыном. И там военный, который был ранен, они принесли прямо в виде гуманитарной помощи и яблоки и еду, все, все пронесли. Потом Колю перевели в Рязанскую область. Находясь в отпуске, моя подруга, мы с ней уже больше тридцати лет работаем, медсестра, Вера Александровна Семенова. Они русские. И у нее сын находится в Туле. Я рассказала Коле в город Рязани. Она меня на следующий день звонит. Мария Ивановна, не беспокойся, мы едем к Коле. Они, что только там не купили. И Коля потом рассказывает, говорит, я всем рассказываю, где это Якутье. А палате уже столько, столько палат, столько раненых, столько солдат. До последнего, говорит, паски сигареты я всем раздал. Мы не одни. Мы не одни. Вот. Я как будто я сама там побывала. И фотографии, и носки, и футболочки. Он тоже очень такой, вот такой, даже фотографию увидели, он такой, он очень-очень, он плакосливый. Ага, меня поцелуют, обнимают, мама, прости, да прости, и вот, сразу плачут. А, Ванька, совсем, как железный, это самое, лишний раз никогда не это. Но для любой матери, любой матери, вот сын 50, вот 44, кажется, маленький. Главные ценности в жизни для Марии Ивановны это доброта, искренность, желание помочь каждому человеку. В этом году будет 50 лет, как наша героиня работает в больнице. Много всего было за это время. Бесценный опыт врачевания наравне с душевной простотой и сочувствием помогали решать порой очень трудные задачи. Ну, все года берет, но очень манительная такая, если врач мой сказал, что вот эти таблеточки давления не будет, уже если давление высоковато, малечко бывает, ага, и скажет, вот эту таблеточку выпьешь, будешь отлично. Но я выпью, выйдет уже нормально. Угу. А вот когда идешь на дом, вот Боряляха работала, и в Ленигорске работала, ага, идешь, 200 давление у стариков, и вот сидишь с ними. Где, чего, они как работали с ними, разговаривали, а потом, это самое, целый час можно посидеть. Старики, они же такие же, ага, или чай попьешь с ними, они сами приглашают, а потом померяешь давление, ой, как хорошо, у тебя 140, 150, о, от души поговорили, а потом они, если на улице смотрят, ой, сегодня не меряй, у нас 140. На селе, на слег, тем сложен, там ты один, ты и там, хирург, и гинеколог, и детский, и терапевт, и невропатолог, все это надо знать. Хорошо, что связь есть, вот и тогда, в советское время, была связь хорошая, держали, ага, и вот опытные врачи. Еще одна отличительная черта характера, это активная жизненная позиция. Ни одно мероприятие не обходится без участия Марии Ивановны. 15 лет руководила женским советом в селе Чикурдах. Бессменный лидер и идейный вдохновитель женской экспедиции Индии. Есть женщины были в республике, ага, там выступали, меня очень, вот эти, автоличи, как их встречали, какие они, вот, анкорицы были, ну, надо же, говорю, ой, как хорошо, а потом я подумала, подумала, а почему мы не можем это, тут восприняли, конечно, в администрации, говорили, буран, на чем, а что, что ли, такую дали, мы в апреле вместе, говорит, и тут все женщины я рассказала, ну, давайте, давайте, вот Альбина Алексеевна, Котопшакова Наталья Ивановна, Зинаида моя, потом Зинаидина дочка, вот, Юлия, угу, ехали в сторону Андрюшкина, и она так замерзла, ага, я говорю, Наталья Ивановна, Юля, посмотрю, говорю, какая тундра, красота, она бедная стоит, платье, где эта красота, где, замерзла, потом горячий чай, а она, потом, когда возвращались, говорю, Мария Ивановна, извини, я больше не поеду с вами, она будущая, год первая была, Юлечка, а мы куда едем, давайте, средний Колуму, трое суток ехали, там очень хороший был, базак у нас, а Идукин, Семен, Семенович, коренной, коренной, прямо, три раза, коренной, они, это, чемпион оленеводы, заслуженный, из корней этих, я тоже там всех подряд не брала, владеющие, это самое, но очень молчаливые, Голиков, Василий Николаевич, и вот их двое было всегда, вот они смотрят, про настояльницы все сидим, но идти надо, я первые года, когда ездила, все время спрашиваю, как дальше, и они так посмотрят на меня, и говорят, и все, мне стоило только один раз, потом говорят, это Альбина Алексеевна, иди спроси, нет, я не пойду, не буду спрашивать, а потом они узнают погоду, вот так, вот так, вот так, и друг друга, если Василий Буран вот тут, если Семен вот тут, они друг друга, ну, значит, напрямо едем, потом налево едем, и никогда не спрашивали, и он, когда мы остановку делаем, если там пурга, непогода, быстренько иглу, половинка, это оленья шкура, и там они отдыхают, мне все время сейчас интересно, да, я вчера вспоминаю, вот Бласов говорил, а вы не хотите в Аляску? А мы, 200 тысяч километров, можно было бы, а чем вы нельзя, а бензин откуда возьмете, говорит, я говорю, пограничник налетит, там же они, говорят, границу смотришь, а мы чего, не налили, классно, ну, говорит, ни одной, даже ни одной минуты не подумала, что надо, вот, дай-ка я подумаю, как в Аляску-то, а Максим Ильич, он, как хореограф, с нами все время ездил, Максим Ильич, ага, танцы, если неправильные танцы, он нас ругал, я говорю, я, как старше, я не буду, если ты будешь сердиться, не буду танцевать, но неправильно же, что ты, халтурить нельзя, говорит, там это, и шитье, ага, а потом, когда трудно бывает, по дороге, перевернулись, это надо толкать, потом, вверх надо поднимать, меня даже, помню, вот тут завязали, и сверху мужчины, меня по этот, потом они вместе с ними, все сюда вывалились, что за наказание такое, ну, вот за что, всех нас баламутили, все, на следующий раз, никуда не поеду, говорит, уже на следующий год, Максим Ильич говорит, ну, че, куда едем, туда едем, и сейчас Максим Ильич говорит, ты, че-то, говорит, совсем ослабло, что ли, говорит, для тебя, говорит, пошла в администрация, поговорила, поставила план, говорит, откуда ты тоннами, говорит, бензин этот, откуда это масло было, откуда это бураны доставало, говорит, или, или у тебя, говорит, так, Не знаю, такой таланта нет, конечно. Дар убеждения, наверное. Ну, не знаю. Мы там тоже танцевали, свой тордок поставили, свои блюда. И вот он зашел на наш тордок. И тут прямо дым, и тут черный чайник прямо с этого, с костра. И это, Макса, рыбы. И все, все как бы по-эвенски. И как будто это самое, он без этого самого, все подряд попробовал. И вот мои фотографии, дед висели, и говорит, ага. Я говорю, да, он цельдоровик к тебе-то. Ага, потом я говорю, ну, на чем ездить, как это самое, ну, говорит, помогает, и это самое. Ну, буранов у нас нет. И вот осенью меня звонит, говорит, президент отправил Ямаху. Он тогда стоил где-то 600 тысяч, что ли. Весну люблю, весну, каждую весну хочется жить по-новому. Ага, после вот праздник солнца будет, потом уже светло, светло, светло. Весна и осень. Осень и природа. Природа вот, где-то желтая, где-то это. Ну, унылая, конечно, а скучно иногда бывает, что идет. Ну, природа же. Ну, жизнь, иногда думаешь, она такая длинная, или она такая короткая. После 50 очень быстро идет. Ну, вот, ее надо как-то прожить. Или наши предки были мудрее были ли? Или грамотнее были ли? Или очень культурные были ли? Откуда они все это взяли, да? Говорить надо так. С мужчиной, мужем, с мужчиной надо разговаривать так. Одеваться так, голову мыть так, за собой надо ухаживать так. За столом не чавкать, сильно не чихать. И даже сейчас, вон, видишь, на улице идешь, как-то мужчина сморкается же. Нельзя там сердиться будет. Ножик нельзя оставлять на ночь, на столе. Все это... Откуда они брали вот это, да? Все это интересно, конечно, но сейчас молодежь-то шипко-то не хочет, но уже с пеленок надо этого прибивать. Когда едешь в сторону Мому, на машине, еще курдаха, оно как будто вот так. У нас же вот так широкая надежка, вот там едешь, 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 и чувствуешь этот воздух. Вот так там, чешские хребты. И мы застряли, налить, налить 10 машин или 11 машин застряли. Зимником едут машины, продукты нам везут, и все застряли. А потом грейдер прошел всю эту воду, прямо фонтаном. Ага, ночь, красиво так. Очень много приключений, и сейчас думаю, господи, как, как. Но вы не жалеете? Нет, совсем не жалею. И весеннее солнце очень пекло у нас, прямо. Вот приедем, и у нас листья же вот такая вот, прямо. Как будто мы на Черном море были. Говорят, вы откуда? Черного моря. Ба-а-а. Один раз поехала с головой Эдуард Иванович Лепцов на моторке. Осталось 40 километров до Восточно-Сибирского моря. Ну, я испугалась. Нет, говорю, я боюсь, говорю, не поеду. И на моторке ездила. Ну, или я сейчас не жалею, конечно, и свой возраст не жалею. Это... Ну, иногда чувствую, что надо было чуть-чуть попозже родиться. Ну, большая-большая такая хорошая миссия, я бы спрыгнула с парашютом. Ну, сейчас, конечно. Очень прямо. Не знаю, почему такая. Вот, иногда думаю, наверное, людям расскажут, скажут, но... Чуть-чуть ненормальная бабушка, наверное, подумает. Ну, мечта, есть мечта. Благодарю судьбу за встречи с добрыми и красивыми людьми. Пусть все будет хорошо, пусть все задуманное сбудется, загаданное исполнится. Удачи, здоровья и благополучия. Ай-макай. Субтитры создавал DimaTorzok